Добрый день, дорогие друзья! Наша сегодняшняя тема — это поговорим о дыхании, упражнения для дыхания для тех, кто болеет бронхолёгочными заболеваниями. У меня сейчас за этот период прошло примерно 70 пациентов с коронавирусом, из них 50 было больных воспалением лёгких. Ни один человек не задал мне, в основном я по телефону общался, чтобы не заразиться, ни один человек не задал ни одного вопроса по поводу дыхания. Хотя первое, что надо было начинать, — с нашего дыхания. И вот мы опять же возьмём, допустим, при коронавирусной пневмонии, что может дать нам это дыхание. В первую очередь эта пневмония возникает из-за тромбоза. Те артерии, которые питают лёгкие, они тромбируются, нет питания, возникает сама пневмония. Мы много раз, вот у меня здесь на подоконнике всегда микроскоп, много раз пробовали, мы берём кровь, смотрим, там стаз, всё стоит, человек 10-15-20 минут делает дыхательное упражнение, все эритроциты начинают двигаться, раздепляются, округляются, то есть идёт процесс разжижения крови. Основное упражнение, я сейчас коротенько расскажу, покажу три упражнения базовые для тех, у кого проблема бронхолёгочная, допустим, бронхиальная астма или тяжёлая пневмония, это лёгкое дыхание. Сажусь поудобнее. Первое мы распрямились и, допустим, 10-15 минут подышали животом, опуская всю энергию из груди живота, из таза поднимаем в область живота, вдох носом, выдох ртом, это первое упражнение. Мы не делаем стоя эти упражнения, потому что для здорового можно было бы это стоя, потому что человек, допустим, с температурой 38, у него пневмония, может закружиться голова, упасть. Второе упражнение, мы руками упираемся в бёдра, округляем спину и делаем то же самое дыхание, лёгкое, но мы начинаем продыхивать, начинаем, вот постарайтесь за мной повторить, в основном, я думаю, смотрят люди здоровые, поэтому можете встать, упереться в бёдра, ножки немножко шире, чуть колени согнуть. Если вдруг у человека, допустим, артериальное давление или, допустим, пневмония, то лучше сидя. Округлили спину и начинаем медленно продыхивать, допустим, вдох на 6, выдох на 6, грудная клетка не поднимается, и мы начинаем продыхивать и прямо расширять все ребра спины, расслаблять мышцы, дышим почками, распускаем почки и чувствуем, как мышцы таза, поясницы, ребер, они распускаются, расслабляются плечи, то есть идёт поток энергии снизу вверх по позвоночнику. Следующее, мы руки через сторону поднимаем вверх, приподнимаем и чуть-чуть назад отклоняемся, вот здесь важно, особенно, если у нас, допустим, там температура, то обязательно со спинкой, вот как у меня я в кресле сижу, и чуть-чуть-чуть раскачиваясь, мы также дышим животом и прорабатываем все-все межрёберные мышцы, распускаем лёгкие, дыхание неглубокое, медленное, концентрация на животе, и мы чуть-чуть-чуть, потряхивая тело, мы освобождаем, вот особенно при бронхиальной астме, при приступах, вот эти точки, если мы начинаем массировать, приступ сразу уходит, и этим дыханием мы потихоньку, распуская мышцы, начинаем продыхивать прямо через мышцы, распуская, но это может тоже вот 2-3 минуты, и затем мы в другую сторону руки опускаем, выдохнули, и затем опять вдох, и опять можем 2-3 минуты подышать, чуть-чуть потряхивая, распуская все-все грудные, если опять же с точки зрения китайской медицины, то есть мы там энергию проработали вдоль позвоночника, то здесь передний канал, то есть мы распустили все мышцы, энергию опустили в живот. Следующее, то есть мы все наши реберные, межреберные мышцы, диафрагмальные, проработали. Следующее упражнение, начинаем, правую руку мы приподнимаем, левую упираемся в область талии, чуть-чуть наклон, и также начинаем продыхивать, и продыхиваем уже все боковые мышцы, это старославянская практика, именно при бронхолегочных заболеваниях, при температуре, при вирусе. И вот продыхиваем, также медленно вдох носа, выдох ртом, все межреберные мышцы, косую мышцу, область живота, выравниваем, выравниваем дыхание, и то же самое, другую руку упираемся, и теперь левую тоже самое. Можно наклон увеличить, естественно, можно значительно увеличить, и продыхиваем другую часть. И вот должно возникнуть ощущение, что пошла энергия, тепло по левой части, и мы продыхиваем мысленно, именно все межреберные мышцы, косую мышцу, диафрагму со стороны левого бока. И вот немножко, даже чуть-чуть можно потряхивая, чтобы все мышцы распустились, и медленно опускаем. То есть, смотрите, мы продышали все мышцы спины, ребра, позвоночник вначале при вот этом дыхании. Затем мы подняли ручки, мы продышали межреберные с передней стороны, и все распустили, расслабили. И при этом, опять же, никаких глубоких вдохов, выдохов. Сохраняется медленное дыхание. Затем мы правый бок продышали, левый. И каждый самый такой больной даже человек с сильной патологией, допустим, бронхиальной, или, допустим, 50% поражения легочной ткани при пневмонии, он может продыхивать. У него начинают распускаться все мышцы, начинает более активно медитативная нервная система работать, улучшается газообмен, так как мы медленно, больше углекислоты. Мы через эти упражнения останавливаем развитие пневмонии. Дальше мы дышим медленно, соответственно, у нас тромбоз, вот этот коронавирус, в первую очередь, поражает эндотелии, кровь, эритроциты, крови, демоглобин. У нас эритроциты разрепляются, кровь начинает лучше течь, уходят тромбы, и мы через час, два, три в день мы будем делать эти упражнения. Я считаю, что, скажем, вот это коронавирусная инфекция, потому что здесь, ну, просто из пушки по воробьям в небо мы стреляем, там противомалярийный препарат, антибиотики, и непонятно, то есть точного лечения нет. Вот это дыхание, я могу сказать, 50% лечения оно могло бы дать. Давайте, вот какие вопросы будут, вы пишите, мы на всё ответим, а так приходите на приём, если что-то непонятно, вы пишите, потому что я, честно сказать, всю жизнь этим занимаюсь, с удовольствием поделюсь, чем больше людей будет правильно дышать, правильно молиться, мы создадём такое общее здоровое поле, и вирус его можно победить, даже вот такой положительной энергией. Много случаев, когда вот эти эпидемии можно положить на энергию. Всего хорошего, и будем рады вас, конечно, видеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok